Всем привет, друзья! С вами Глория Рай, и это новости, слухи и обсуждения эфиров телепроекта Дом-2. Не забываем подписаться на канал и поставить лайк. Небольшая вставочка. Не нужно, пожалуйста, писать негативные комментарии из-за персонажа моих видео. Или, как вы пишете, голова, кукла, аниме. Убери ее. Я ничего не уберу, друзья. Привыкайте к новому формату роликов. Увы, на ютубе теперь запрещено, чтобы ролики состояли на 100% из одних лишь картинок или фоток. Поэтому необходимо разбавить контент и добавить в видеокадры с автором канала. И мне абсолютно все равно на степу негативные мнения. Не тратьте свое время. Я сделала так, как посчитала нужным и подошла к этому креативно. Здесь нет никакого детского сада. Но, увы, многие не поняли. Таких, как говорится, не держим. Привыкайте. Если кого-то настолько бесит и раздражает обычный милый персонаж, то проблема, наверное, вас. Не так ли? И не нужно меня пугать, что вы отпишетесь и перестанете меня смотреть. Это неизбежно. Я все понимаю. Я всего лишь за будущее своего канала и за уверенность в завтрашнем дне. А также соблюдаю правила ютуба. Спасибо всем, кто понял. Ну а теперь переходим к новостям Дома-2. Татьяна Строкова призналась, что рада повышенному вниманию к Даниилу Сахнову со стороны новеньких участниц. Таня решила полностью довериться молодому человеку и наблюдать в стороне, как Даня будет избавляться от назойливых поклонниц. Артем Сорока безумно счастлив. Первое выступление Сороки в Минске прошло успешно. На его концерт пришло около тысячи человек. Музыкант сначала растерялся, но в зале начали петь его песни. Публика была настроена позитивно. Сорока записал после концерта новый трек и понял, в каком стиле нужно проводить выступление. Валерий Блюменкрант собирается встретиться за периметром с Натальей Санниковой, которую участники проекта выгнали за периметр. Валера хочет убедиться, что девушка ему не подходит. А если Наташа ему понравится, то он снова приведет ее на проект или же сам уйдет в телестройки. Мандезир Свет Амур в какой-то степени подставил ведущую Ольгу Бузову, которая вряд ли ожидала от молодого человека такого подвоха. Стоит отметить, что после того, как девушка целиком ушла в творчество, она все меньше времени посвящает телепроекту «Дом-2», став достаточно редким гостем в городских квартирах. Вместо работы в «Доме-2» ведущая предпочитает проводить время в студиях, звукозаписи или на гастролях. В результате появилось множество конкурентов, которые были бы готовы ее подсидеть. Например, о своих планах попробовать силы в роли ведущего молодежного телешоу сообщил Мандезир, что стало для самой Бузовой довольно неожиданным сюрпризом. По словам Мандезира, в настоящий момент он полон решительности и амбиций и хочет завоевать столь желанную должность. Причем подвинуть он готов именно Ольгу Бузову, занимающую эту должность вот уже несколько лет. Более того, если верить словам молодого человека, покинуть кресло ведущей, готова в том числе и Юлия Ефременкова, с которой он активно развивает отношения. Но лично я вообще никак не могу представить Мандезира в роли ведущего. А вы? Напишите в комментариях. Кристина и сына стали еще одним камнем преткновения и в без того непростых отношениях Ебарова и Алены Савкиной. К удивлению многих, и в первую очередь самого Ильи, буквально накануне Кристин Алена выбрала другого крестного. Молодая мамочка сочла за лучшее доверить обязанности по духовному воспитанию сына Алексея Купину. К слову, Роман Капаклы, которому изначально пророчили роль крестного, достаточно спокойно воспринял свою отставку. Гораздо больше Рому расстроил тот факт, что Алена затаила на него обиду из-за одного из недавних эфиров. А вот Ебаров преисполнился праведным гневом. Вот только не в адрес Савкина или Купина, а в адрес Читы Дмитренко. На вечернем семейном совете Ебаров обрушил весь свой гнев на Олю и Диму, особо подчеркнув, он до конца жизни будет вспоминать, как по их вине Капаклы не смог стать крестным. По мнению Ебарова, выбор в пользу Купина основывался исключительно на том, что Дмитренко и его супруга не смогли найти общего языка с Ромой Капаклы и, как следствие, повлияли на решение Алены. Кстати, вчера Илья Ебаров объявил холодную войну супругам Дмитренко, отказавшись мириться даже после того, как Ольга принесла свои извинения за побои Маргарите Ларченко. Но теперь эта война перешла и на Алену Савкину, которая так и не смогла понять, в чем виноват ее маленький сынок, которого позабыл родной отец, признаваясь ему в любви лишь в социальных сетях. Очень скоро нас будет ожидать разгромное шоу Бордина против Бузовой, где Ебаров опять будет плакать, Ксения Бордина отчитывать его за безобразные отношения к детям, а Савкина расскажет всю правду, которую скрывала последние месяцы. Ебаров сообщил, что меркантильная и невероятно расчетливая Алена на самом деле всех обманывает, изображая себя жертву. Она нашла себе мужчину, который находится рядом с ней с последних месяцев беременности, и вполне счастлива с ним. И об этом знают все участники, сотрудники шоу, но тщательно скрывает, чтобы не портить девушке удачный образ. Ответ Савкина не заставил себя ждать, которая заявила, что любимый мужчина у нее действительно есть, и это ее маленький сыночек. Но это было не последнее признание девушки. Она опубликовала переписку с Ильей Ябаровым, где тот очень подробно рассказывал ей о шоу «Спаси свою любовь», где они будут не просто участниками, а актерами в сериале, где не нужно будет строить отношения, а работать только по сценарию. Алена свой пост очень быстро удалила, однако пользователи успели все прочитать и сохранить, поэтому фото разлетелось по сети в считанные часы. И теперь публика гадает, что же будет Савкиной за то, что она спалила не только Ябарова, но и целый проект и его организаторов. Или это запланированный слив, руководят которым сами организаторы? Как вы считаете, друзья? Несколько дней назад ведущая Ольга Бузова сумела заинтриговать публику неожиданным заявлением о том, что Ксения Собчак вернулась домой, опубликовав при этом фотографию, сделанную на старой съемочной площадке «Дома-2». Поверить в то, что Ксения может вернуться на скандальную телестройку, не могли даже самые отчаянные оптимисты, предположив, что бывшая ведущая всего лишь приняла участие в съемках юбилейного выпуска, ведь проекту на днях исполнится 15 лет. На самом деле все оказалось значительно проще, ведь это именно Оля дала согласие на участие в шоу Ксении, которое вышло несколько дней назад. Собчак решила выяснить у своей бывшей коллеги, в чем же заключается ее секрет, почему ее так любят и ненавидят, при этом никто не остается к ней равнодушным. Для этого обе дамы и явились на старую поляну, чтобы вспомнить, как все начиналось. В итоге они общались больше 12 часов. Однако выпуск шоу «Осторожно, Собчак» длится всего лишь полтора часа, поэтому монтажерам пришлось очень постараться, чтобы уместить в эфир все самые интересные моменты. И хотя Бузова была благодарна Собчак за проведенное время, она явно осталась недовольна тем, каким получился выпуск, из которого было очень много вырезано. Отметили подписчики то, что Бузова отписалась от Собчак в социальных сетях, обидевшись на то, что та думает исключительно о собственных рейтингах и репутации. Не беря в расчет чувства и эмоции своих гостей. Сама Ксения не прокомментировала намеки Ольги на то, что она коварно ее использовала. Алексей Купин решил стать организатором праздников. Парень поделился. Организация праздников – мое призвание. Благодаря проекту я раскрутил свой потенциал на максимум. Мне с легкостью удается вести конкурсы и мероприятия. При этом я вижу, как другим участникам это нравится. Думаю, за периметром у меня получится еще лучше. Я сниму помещение, где смогу работать и жить одновременно. Периметр – перезагрузка. Эту идею мне подсказали классные ребята, которые уже больше 19 лет реализуют нестандартные проекты любой сложности. Продумываю каждую деталь офисного пространства. Пока мы активно думаем над названием, Майя поддерживает меня во всем. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Рекомендую посмотреть предыдущие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Продолжение следует... Продолжение следует...